Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Игорь Баранов, руководитель единой дисконтной системы Рязани. Игорь, добрый день! Здравствуйте! Расскажите тем, кто вдруг еще не знает, что такое единая дисконтная система? Ну, проект в первую очередь направлен для привлечения широких масс населения, то есть, грубо говоря, люди, владельцы, держатели дисконтных карт могут обращаться в те или иные организации, которые являются участниками, и при обхвате товаров и услуг получать существенные скидки, либо акции, которые эти участники размещают на данном портале. Портал конкретно сконцентрирован на скидке, на акции для того, чтобы у людей была возможность экономить в первую очередь. То есть, весь смысл в том, что вместо того, что мы носим вот кучу дисконтных карточек, да, у нас есть вот одна такая, которая работает во многих магазинах. Да, с помощью одной дисконтной универсальной карты можно приобретать товары и услуги в этой дисконтной системе. На данный момент количество участников соразмерно растет. Сейчас уже порядка около 200 участников по разным направлениям видов деятельности. Перечень достаточно широкий. Это и автомобили, и строительство, и ремонт, и отдых, и туризм, и салоны красоты. То есть, путешествия туризма, цветы. То есть, перечень достаточно большая. То есть, все, скажем так, аспекты можно взять и почерпнуть данную дисконтную систему по всем направлениям. Вот, насколько я помню, да, вот эта система существует уже больше года в нашем городе. Да, да, да. Вот вы у нас были где-то полгода назад. Я приобрела такую карточку, пользовалась, мне все очень сильно понравилось, да? А вот, тем не менее, за вот эти полгода количество участников как-то увеличилось? Количество участников увеличилось. Более того, мы ведем активную работу среди организаций предприятий города Рязани. То есть, фактически позиционируем себя на рынке города Рязани, предоставляем какие-то услуги. Вот, более того, у нас вышел дополнительный тираж количестве 20 тысяч пластиковых дисконтных карт. То есть, на данный момент именно по держателям карт в городе Рязани количество где-то около 40 тысяч пользователей. Люди в той или иной мере пользуются этими картами. То есть, ну, как правило, пользуются тогда, когда у людей есть какие-то свободные денежные средства, есть возможность и самое главное желание что-то купить. Но поскольку товары, скажем так, и услуги города Рязани, они переплетаются, то есть, конкуренция достаточно высокая, здесь у участников есть уникальная возможность позиционироваться, быть конкурентоспособным в первую очередь и приобретать дополнительных, скажем так, клиентов к себе. Потому что удержать клиентов иногда бывает дороже, чем, скажем так, привлечь новых. Поскольку дисконтная система открытого типа, то есть, любой желающий может эту карточку получить, вот, и не надо покупать какую-то сразу покупку после того, как вам дают какую-то карту. Здесь человек приходит с этой карты и сразу может приобрести ту или иную товар или услугу и получить при этом хорошую, существенную скидку. А как получить можно эту карточку? Мне вот вы подарили. Карту у нас можно получить у всех участников данной дисконтной системы. Мы ведем с ними активную работу, предоставляем дополнительные тиражи карт. То есть, люди, которые приходят в организацию, не имея карт, они видят стикер, то есть, интересуются, заходят на сайт и, соответственно, приходят, заполняют минимальную анкету и получают эту карточку и начинают ей пользоваться. Помимо этого, то есть, с нами было проведено несколько рекламных кампаний, поддерживающих формат, с целью увеличить, скажем так, объем информации, поддержать данный проект, чтобы люди не забывали, потому что народ у нас в какой-то степени может быть немножко ленивый, людей надо постоянно шевелить. Вот с помощью этого мы даем активную рекламу. Вот промоутер у нас действует, раздает эти карты, плюс ряд курьеров у нас ходят, освещают это все по офисам также. Вот люди активно это берут, активно этим пользуются. То есть, коэффициент доверия за этот год, прошедший, достаточно подрос по отношению к данной дисконтной системе. То есть, люди начали верить, это действительно не обман. Вы сами уже, наверное, убедились, то есть, вы приходите, предъявляете карту, получаете скидку. Вот у нас есть замечательная рубрика акций, все участники, любую акцию, которая у них есть, также они освещают на данном портале и любой желающий видит эту акцию, может также прийти и приобрести услугу или товар с какой-то определенной акцией. Потому что скидка бывает иногда 10-15%, но вот сегодня на данный момент есть акция. Эта акция освещается и на телевидении у них, и на радио. И помимо этого, то есть, как дополнительный источник информации, дополнительная реклама, они также освещают через наш портал и, соответственно, привлекают дополнительные свои массы населения. Вот, со своей стороны, мы привлекаем широкие массы населения с помощью доставки этой карт по офисам, да, через промоутеров наши, то есть, у нас ряд промоутеров ставят торговых центров на площадках торговых центров, и эти карточки также раздают, то есть, по анкетным данным. В таком вот ключе работает дисконтная система. Ну, самое главное здесь, наверное, что безвозмездно абсолютно получается. Да, на данный период времени все это безвозмездно, то есть, люди совершенно бесплатно это получают. Вот, вопрос о платных картах у нас стоит, но в ближайшую перспективу, потому что тираж будет расти с размером, то есть, мы не останавливаемся на достигнутом. То есть, сейчас вот по нашему внутреннему тиражу это 50 тысяч карт, то есть, в дальнейшем он будет увеличиваться. Планы у нас достаточно амбициозные, то есть, привлечем где-то порядка 400-500 организаций по разным направлениям и видам деятельности, вот, и по количеству держателей карт, где-то будет сделать порядка 150-200 тысяч карт. Вот, на всякий случай, расскажите, пожалуйста, как люди могут узнать, какие компании участвуют в акции? Все очень просто. Вот, карты, то есть, мы сделали достаточно информационной по одной простой причине, что на карте есть сайт, на который можно зайти, вот, выбрать ту или иную услугу, найти нужную вам фирму, нужную вам организацию, соответственно, посмотреть все об этой организации. У каждой организации есть собственные страницы со ссылками на их сайт, это минимальная краткая информация о данной фирме, чем занимается, какой вид деятельности, какую скидку они предоставляют, на что, какая акция. Все это у нас полноценно с фотографией, с сопутствующими материалами, это у нас представлено на сайте, и, соответственно, человек, которому нужна на данный момент какая-то услуга или какой-то товар, он это видит, он заинтересовался, он, соответственно, приходит в этот магазин, на магазине всегда висит информационный стикер, то есть дает возможность еще раз понять, убедиться, что действительно этот магазин является участником, и, соответственно, человек приходит, предъявляет карту при оплате и получает ту скидку, которую магазин предоставляет. То есть здесь нефиксированная скидка, да? Все зависит от того, как... Каждая скидка у всех индивидуальная, то есть именно в плане участников, потому что кто-то дает 10%, кто-то 5%, например, туристические агентства, у нас сейчас порядка четырех туристических агентств представлено, все дают стандартную скидку 5%. Но, как правило, многие говорят, а, 5% мне и так дадут, но это не всегда бывает так. То есть наша задача привлечь именно... Потому что туристический бизнес, он достаточно широкий, конкуренция достаточно высокая, и здесь задача именно привлечь дополнительное слое населения именно в те фирмы, которые являются участниками. Вот, и человек приходит, он уже совершенно знает, куда он хочет лететь, то есть он конкретно маршрут задает, но при этом знает, что там со 100 тысяч рублей он 5 тысяч в свою скидку всегда получит. А вот какая выгода у участников единой дисконтной системы? Выгода очевидная. Они, во-первых, привлекают дополнительных пользователей, дополнительных клиентов в свою фирму, то есть увеличивают свои объемы продаж в первую очередь. Потому что не секрет, если с помощью этой дисконтной системы к вам за год пришло хотя бы там 20-30 человек, то есть у вас продажи выросли. И пришли те люди, пришли именно к вам, то есть они не пришли в какую-то стороннюю организацию, конкурент, а пришли именно к вам. То есть вы привлекли к себе дополнительных покупателей. Вот, кстати, касаемо компаний, да, если вот сейчас кто-то очень сильно сгорится желанием поучаствовать, но еще не участвует, как? Без проблем, мы всех рады видеть, то есть мы составляем договор, заключаем договор с организацией предприятий, то есть включаем их в дисконтную систему, полноценно разрабатываем страницы им, предоставляем логин и пароль. У нас есть замечательная услуга, личный кабинет, с помощью которой любой участник, то есть организация предприятий фирмы города Рязани, может самостоятельно вести свою страницу. Это сделано в первую очередь для удобства компании, потому что переезд, какая-то дополнительная услуга, не дай бог что-то случилось, нужно срочно какую-то акцию выставить, товар залежать, все это в режиме онлайн они могут сделать самостоятельно, то есть зайти в личный кабинет в течение 3-10 минут поменять какую-то информацию, добавить ее либо отредактировать, и эта информация сразу же отображается на сайте. Игорь, год это достаточно большой срок, за это время сделаны уже какие-то выводы, учтены какие-то ошибки, планы на будущее и перспективы? Планы на будущее – развиваться, позиционировать данную дисконтную систему в данном регионе, потому что дисконтная система действительно заняла свою нишу, люди поверили, потому что с 2006 года порядка 15 дисконтных систем именно открытого типа был год до Рязани, и все они благополучно почему-то закрылись. Мы проводили какую-то определенную аналитику и пришли к тому, что все это открывалось именно в краткосрочном периоде. Какие-то минимальные деньги заработать, часть с населения, с продажи карт, часть с участников, с потенциальных рекламодателей, и все это дело закрывалось. Соответственно, у рекламодателей организации коэффициент доверия к этому падает, думаю, это очередная профанация, вот очередной обман. Со стороны клиентов, потенциальных покупателей также коэффициент доверия падает в связи с тем, что вот он пришел, то есть он пришел именно в эту фирму, он хочет приобрести услуги или товары именно в этой фирме, но ему говорят, извините, это не работает, мы ничего не знаем, к сожалению, все это закрылось, и человек немножко в расстроенных чувствах и думает, что это, опять же, все это на очередное колесо. Здесь вот за год мы людям дали четкое понимание того, что это не закроется, вот, за год мы провели несколько, опять же, рекламных кампаний, то есть людям дали понять, что мы рекламируя себя, то есть мы не то, чтобы на плаву, мы активно развиваемся, мы активно себя позиционируем, вот, и говорю, по прошествии вот этого времени, то есть порядка пяти тысяч человек самостоятельно пришли к нам в офис компании и совершенно бесплатно эти карточки получили, то есть это достаточно весомое такое количество людей, вот, которое говорит само за себе. Ну что ж, Игорь, спасибо вам огромное, удачи и дальнейшего развития нашим телезрителям. Будем стараться, будем продвигать эту дисконтную систему, всегда рады, что люди к нам приходят, получают, и всегда рады, если участники, скажем так, изъявили желание поучаствовать и, самое главное, увеличить свой объем продажи. Приходите, получайте, нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Игорь Баранов, руководитель единой дисконтной системы Рязани. Это программа 7 минут, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok